Чуть больше года назад мы рассказывали историю предпринимателя Мукминова Айрата из города Салавата. История длинная, запутанная, и на тот момент она еще не завершилась. Прошел год, и в этой истории появились совершенно фантастические детали и подробности, о которых мы сегодня хотим поговорить. Напомню, что Айрат Мукменов в прошлом году еще обвинял тогда еще мэра Салавата господина Гельманова и его зама господина Зубаирова, которые, работая в преступном сообществе с прокурорскими работниками судейским корпусом Салавата и Уфы, отобрали строительные площадки у него. И, в общем-то, на тот момент мы еще не могли говорить о том, чем что закончилось. Сегодня появились новые подробности, и мы возвращаемся к этой истории и снова разговариваем с Айратом Мукминовым о тех чудесных событиях, которые фантастическим образом происходят в судах Республики Башкортостан. Мы возвращаемся к вашему делу, и я так понимаю, что в нем появились новые и весьма необычные обстоятельства. То есть я, конечно, предварительно беседую с вами, немножко опешил от того, что узнал, и прошу теперь в кадр, в камеру рассказать и мне, снова и зрителям о том, что произошло, и вот что произошло именно в суде, буквально который прошел неделю назад. 6 февраля 2019 года состоялось апелляционное заседание Верховного суда Республики Башкортостан по гражданским делам, которым установлено право собственности за гражданкой Сажиной, члена кооператива ЖСК «Звезды Салават» на квартиру номер 21, находящуюся в доме в городе Салават, строительный адрес Бегетова, 8. Ну, собственно, ну хорошо, признал суд гражданки, что в этом такого необычного-то? Год назад, 2 февраля 2018 года, апелляционная инстанция Верховного суда Республики Башкортостан по уголовным делам установила, что денежные средства гражданки Сажиной, которые должны были быть направлены на строительство этого дома и, естественно, с целью получения данной квартиры, собственность, похищены бывшим, вернее, ныне действующим председателем кооператива Мукмину. То есть я правильно понимаю, что год назад, примерно там плюс-минус год назад, суд признает вас виновными, выносит вам приговор в том, что вы у гражданки Сажиной похитили денежные средства, которые были предназначены для приобретения вот этой квартиры, которую теперь она через год узаконила в суде. Совершенно верно. Мы начинаем двигаться в прошлое. Сейчас, сегодня гражданка Сажина счастливая и полноправная обладательница вот этой трехкомнатной квартиры в 74 квадратных метра, квартира номер 21, и теперь она вправе ей распоряжаться, пользоваться, жить ней, продавать и так далее. То есть прекрасно, мы рады за гражданку Сажину, откатываемся на год назад, видим, что вы, Айрат, похитили у нее эту квартиру фактически. Ну то есть я, может быть, не ошибусь в юридических терминах, но деньги, которые она вносила как эквивалент стоимости этой квартиры, вы вот по приговору суда, определено было, что вы их похитили. За этот год вы ей возмещали ущерб, вы ей выплачивали денежные средства или передавали ей в собственность эту квартиру? – Дело в том, что я не могу без решения гражданского суда, который должен установить сумму, которую я должен возместить гражданке Сажиной. – Предположим, нет, я задаю уточняющий вопрос в том смысле, что вдруг с вами что-то произошло между вами в этот год, вы ей не передавали квартиру деньги? – Нет, нет, ничего не передавал. – И это именно та квартира, о которой идет речь в приговоре, которую вы получили год назад? – Дело в том, что именно такой же вопрос я гражданке Сажиной в этом гражданском деле я ей задавал неоднократно и в Салавате, когда у нас первая инстанция рассматривала это дело, и уже в апелляции здесь. Я ей вопрос задавал. Мы о той же квартире речь идем, что в уголовном деле, да, конечно, что говорится в уголовном деле и в данном деле. Она подтвердила, есть протокол, значит, судебное заседание, ее слова приведены дословно, и у нас есть аудио, и даже видеозапись есть, где она это подтверждает. Затем я ей задал вопрос, вы платили дважды, возможно, за данную квартиру, то есть, может быть, в кооператив внесли деньги, и, может, мне еще какие-то деньги передавали. Нет, она сказала, я один раз вносил деньги в кооператив. Все. – Еще один очень интересный момент, как мне стало известно, еще на том суде, который был год назад, а длился он, год назад был только приговор, само судебное разбирательство и следствие длилось довольно давно, на самом деле. в который вас признал виновным и так далее. Так вот, в течение этого суда и разбирательства госпожа Сажина дала показания о том, что она благополучно проживает в этой квартире, причем аж с самого 2014 года. Сама абсурдность этой ситуации, мы понимаем, что мы не можем понять пока, что происходит. То есть, человека обвиняют в хищении определенных вещей, что, собственно, не редкость, на самом деле, ни для нашей страны, ни вообще для человечества в целом. То есть, мы без конца друг у друга чего-то похищаем, кого-то где-то обманываем, это еще от Адама и Ема происходит. Но, когда выясняется вот этот факт, скажем, похищения чего-то, всегда есть простые понятия, такие они очень базовые, юридически простые. Есть ущерб, есть пострадавший, есть потерпевший. Как правило, в таких делах обвиняемый или виновный в конечном итоге похищает некую ценность у пострадавшего. Это деньги, имущество, реже какие-то возможности, но в основном это какие-то такие понятные штуки, вроде как чемоданчика с деньгами, либо, например, право владения на квартиру. В данном случае мы наблюдаем такую совершенно абсурдную, какую-то абсолютно фантастическую историю, когда выясняется, что сам предмет претензий, и предмет, более того, обвинения вас в уголовном преступлении, вовсе не был похищен, а, более того, пострадавший владеет им многие годы. Причем на протяжении самого суда, на протяжении разбирательства, когда прокуратура выдвинула обвинение, суд принял к рассмотрению, судил, разбирался, постановлял, принял приговор, объявил этот приговор, и приговор, подтвержденный вступить в законную силу, все это время гражданка Сажина владела тем имуществом, которое вы похитили согласно этого приговора. Совершенно. Но осознать это сложно, без, наверное, того, чтобы вернуться назад и понять вообще, как это могло случиться, а самое главное, кому это надо, потому что, на мой взгляд, гражданка Сажина, если только она в своем уме и в добром здравии, наверное, не могла испытывать какого-то корыстного интереса, чтобы обвинить вас и посадить, или, например, добиться вам уголовного обвинения, у вас других случайных конфликтов никаких нет, незаконных детей, каких-то задолженностей, еще в детстве вы не дрались в школе. То есть я к тому, что мотивация должна быть всегда. Если бы действительно вы у нее похитили квартиру, ну, понятно, она бы добивалась этого, а в ней живет. Да, совершенно верно. Так вот, для того, чтобы понять причину этого всего события, наверное, надо вернуться в еще более давнее прошлое и напомнить часть, может быть, прошлогоднего нашего репортажа или заново воссоздать эти все истории. Я расскажу зрителям вкратце всю эту историю. Уже практически 9-10 лет назад господин Мукминов был и остается до сих пор, кстати, председателем некого строительного кооператива ЖСК «Звездный Салават», который предполагал построить в этом замечательном городе некоторое количество жилья, привлекая денежные средства граждан. Вот госпожа Сажина была одним из членов кооператива, который предоставил свои деньги для строительства этого дома. Еще в 2012 году началось вот это преследование Мукминового и попытка его прекратить его деятельность, попытка его посадить в тюрьму и так далее. Для чего вообще, в принципе, как я предполагаю, это делалось, ну, уже на основании того, что мы знаем, например, что происходило дальше. Дело в том, что вот этот дом по улице Бекетова в Салавате был не единственным объектом строительства ЖСК «Звездный Салават». Там были еще площадки, были еще запланированы строительства домов. Вот именно эти площадки вызвали нездоровый интерес у мэра города Салавата на тот момент господина Гельманова Фарита и его заместителя господина Зубаирова Данира. Я делаю акцент на фамилии Зубаиров, потому что она появится в нашей истории еще раз в очень интересном качестве. Так вот, два вот этих заинтересовавшихся участками с уже построенными фундаментами руководителя города Салавата вознамерились, собственно, эти участки отобрать у Мухминов, что, собственно, у них и удалось в дальнейшем. Возбудив вот это дело, по счастливому стечению обстоятельств, заместитель главы города Салавата господин Зубаиров Данир имел замечательную родню, а именно господина Зубаирова Руслана, который на тот момент и, по-моему, до сих пор все еще является заместителем прокурора Республики Башкортостан. Семейные связи сработали четко, уголовное дело возбуждали, возбуждали, возбудили, следствие худо-бедно шло, 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 а, как известно у нас в России, когда на предпринимателя возбуждают уголовные дела и выдвигают ему всевозможные претензии и иски, это приводит, как правило, к прекращению хозяйственной деятельности и к полному краху предприятия. Однако, как нам теперь стало известно, госпожа Сажина, которая, судя по всему, явилась инструментом в руках господ Зубаирова и Германова, в общем-то, не является особенно пострадавшей. И судя по тому, что ее иск о претензиях к господину Мукминову, значит, о том, что он похитил ее квартиру трехкомнатную площадью 74 квадратных метра, оказался фейковым. Безусловно, теперь возникает совершенно закономерный вопрос, что же будет дальше с этой сложившейся абсолютно абсурдной конструкцией, когда, с одной стороны, мы имеем решение суда о том, что господин Мукминов похитил деньги, предназначенные для строительства квартиры госпожи Сажиной, а с другой стороны, мы имеем решение суда о том, что госпожа Сажина является, и являлась, как выясняется, вполне себе полноценным собственником этой квартиры, может ей распоряжаться и так далее. Как ты полагаешь, на твой взгляд, вот мы с тобой оба не юристы, но уже вот пообтерлись в этих терминных и всевозможных понятиях, что теперь должно произойти по логике суда. Дело в том, что у нас в наличии есть две логики суда теперь. Первая – это то, что ты злодей, похитивший денежные средства и лишивший гражданку Сажину квартиры, а вторая логика суда, что гражданка Сажина является счастливой обладательницей этой квартиры, ну и, соответственно, ты никак не мог похитить у нее, чем она теперь обладает. Что теперь должно быть? Какое решение отменит какое решение? Какие из этих двух событий, на самом деле, они не могут быть сопоставимы одновременно в одном пространстве, в одном времени? То есть что-то из этого окажется неправдой, да? Ну да, согласен. На мой взгляд, глаза мои, уши мои и представления о физической реальности говорят о том, что если квартира есть и хозяин подтверждает ее наличие, а суд подтверждает ее собственность, то это сложно отрицать. Вряд ли квартиры не существует, да? Есть технический паспорт. Я вот все документы сюда специально принес. Ну, понятно, да. Наличие технический паспорт от этой квартиры. Попробуем, да. Вот так вот покажем, да. Она существует, человек там живет. Хорошо. Что должен теперь предпринять суд? Что будешь предпринимать ты? Вообще, куда катится правосудие в России? То есть куда теперь прикатится вот это яблочко правосудия? Честно говоря, для меня теперь абсолютно понятно, что налицо деградация, значит, апелляционной инстанции по гражданским делам. Во-первых, это Верховного суда Республики Башкортостан. Вот я еще раз говорю, вот оно, это апелляционное определение под председательством Господина Нурисламова. Это тот судья, которого неделю назад утвердил? Да, совершенно верно. Это очень замечательный человек. Для него не существует понятия приюдиция, то есть, а для него, извините, приговор суда, вступивший в законную силу, имеет приюдициальное значение. Все, иного нет. И не может быть. А, я уж так задам, наверное, вопрос, в суде вы ему напомнили обстоятельства предыдущих событий? Конечно. Более того, они даже истребовали приговор из архива Салаванского городского, изучили его. Правда, не стали здесь оглашать под любыми предлогами. Никак невозможно, видимо, это было. Несмотря на то, да, конечно. Потому что они же, ну что, не идиот же он, извиняюсь. Я предположу, что все дальнейшие события, то есть, когда Гельманов, Зубаиров завладели этим участком, кстати говоря, они его продали, да? Да, конечно. В 2014 году, несмотря на то, что у нас на тот фундамент, который, значит, был построен, в который инвестировали мы деньги, как кооператив, да, значит, они, данный земельный участок, находящийся под этим фундаментом, они его благополучно продали, право аренды с торгов. Третьим лицам на торги выставили, третьим лицам практически с нашим имуществом, с чужим имуществом. Оценку даже произвели нашего имущества, нашего чужого имущества. Это все случилось. На бюджетные средства. Господа Гельманов, Зубаиров, значит, там благополучно, там, каким-то образом получили эти деньги. И дальше, я так понимаю, суды начали прикрывать, прикрывать, прикрывать всю эту историю. То есть, когда она стала подниматься, 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 и уже превратилась, вот расцвела вот этим цветком абсурда, да, абсолютно. И вот господин Нурисламов, судья, вот я так понимаю, что ему очень тяжело пришлось в этом суде, потому что, ну, вот, наверное, юристу с хорошим опытом, а судьи Верховного суда по определению у нас, это хорошие юристы, да? Юристы высшей категории. Это лучшие юристы, да. Лучшему юристу Башкортостана принять такое юридическое решение, наверное, было непросто, да? Я, насколько я знаю, он так очень как-то откладывал решение, там, на неделю, на вторую, набирался силам, видимо, консультировался в каких-то особых специальных коллегиях судебных. Больше полутора месяцев он готовился к оглашению. Казалось бы, простое принять решение о признании собственности всего лишь на квартиру, да? То есть не на Космодром, не на Курильские острова, а вот всего лишь на трёхкомнатную квартиру в городе Салавате. Да, да, конечно. И вот он принимает это тяжёлое решение. Дальше что будет? Ну, я как бы вижу одно. Естественно, мы будем обжаловать и данные решения в Кассационной инстанции, и Верховном суде, значит, Российской Федерации. То есть я хочу, чтобы Верховном суде Российской Федерации увидели, что творится в нашем суде Башкирском. Я и хочу как раз к этому подойти. У меня и вам нет выхода просто. Я надеюсь, что госпожа Сажина не взыщет с тебя повторную стоимость этой квартиры, хотя у неё имеется такой замечательный шанс. То есть владея той квартирой, за которую она заплатила деньги, суд её сейчас поставил в такую замечательную возможность, в такую позицию, что она может пойти и снова ещё раз взыскать с тебя ещё одну такую квартиру. Да, 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 совершенно верно. Я пользуюсь случаем, хочу обратиться к госпоже Сажиной. Пожалуйста, не делайте этого, это будет совсем уже за гранью разумного. Более того, я вот сейчас говорю о терапевтическом эффекте вот этих вот, вернее, двух решений. На мой взгляд, наверное, действительно, если существуют ещё какие-то инстанции суда, то есть если вот этот суд господина Нуриславова не является абсолютно высшим судом, в таком, в сакральном смысле и в прямом смысле, да, то я полагаю, что было бы очень полезно показать, ну там, федеральным судебным силам и вообще широкой общественности, до какого действительно дна дошла судебная система при, значит, нашем предыдущем руководителе Верховного суда. Я веду всё-таки это всё к господину Тарасенко, в том смысле, что даже на мой неискушённый взгляд, я наблюдал не так уж много решений суда, но я имею в виду Верховный суд, очень часто это превращалось в какой-то фарс и абсурд. Слишком явно была видна ангажированность этих судов, вот последние годы особенно. Но есть и хорошие новости, вот буквально вчера был оправдан Сагит Исмогилов, известный правозащитник у нас в Уфе, который, ты его знаешь, значит, человек, которого действительно судили по абсолютно абсурдному делу, тот же самый Верховный суд, значит, у нас без конца, значит, признавал его виновным, и там какой-то тоже абсолютный бред, но он немножко на другую тему. Я к чему вспомнил о Сагите? Я говорю о том, что, возможно, что-то, может быть, меняется к лучшему. Может быть, осторожно предположим. И потому я считаю, что твоё обращение в инстанции федеральные, вот по поводу вот этого цирка, иначе не назовёшь вот это событие, может быть, оно сдвинет с мёртвой точки правосудие в Башкортостане. Я вот много лет последних наблюдаю с тревогой вот эту картину, и вполне допуская, что где-то в далёких сельских горных РОВД могут быть слабо образованные и плохо подготовленные милиционеры, но судьи быть плохо подготовленными и неспособными вести свою деятельность не имеют права быть, особенно Верховный суд. И мы можем простить действительно плохо обученному милиционеру какие-то процессуальные ошибки, но суду абсурды подобного масштаба простить уже сложно, когда они нарушают не просто какие-то сложные, какие-то очень трудновоспринимаемые части уголовного процессуального кодекса, ещё какие-то там вещи, они нарушают просто элементарную логику. То есть, когда мы уже говорим о том, что то, что похищено, не было похищено, то, в чём обвиняют человека, не существовало, а они подтверждают этот приговор, это вот очень настораживает. Я надеюсь очень на то, что, может быть, с уходом господина Тарасенко и большого количества судей, которых мы с удовольствием передаём туда на Кавказ, из нашего состава Верховного суда, может быть, что-то изменится в лучшую сторону Уфея в Башкирии. Будем надеяться. Я бы тоже так надеялся, но вот это определение говорит о том, что остались, остались, порох остался. Но понятно, что Москва не сразу строилась, и, соответственно, вот эти изменения не могут быть там мгновенными, но будем рассчитывать на то, что и здесь появляются здравые силы внутри состава суда, то есть отношения изменятся, но и очень будем рассчитывать на то, что всё-таки федеральные инстанции обладают несколько более ясным разумом, и они поймут вот эту вот всю историю, и как-то немножко, наверное, тайно или явно дадут сигнал сюда, в Уфу, чтобы хотя бы пересмотрели вот эти решения и каким-то образом их попытались изменить. Ну, остаётся только надеяться. Судя по всему, история эта ещё не закончилась. Я очень надеюсь, что она не закончилась в том смысле, что какие-то силы, какие-то судебные силы, я не знаю, там, федеральные, планетарные, какие-то должны вмешаться в тот абсурд, который всё ещё происходит в судебной системе многострадального Башкортостана. Кто-то должен всё-таки привести в себя этих людей, которые, по-моему, совершенно окончательно уже потеряли всякие ориентиры. И на примере вот этого дела Айрата Мукминова возможно появится прецедент того, что предприниматели в Башкирии получат хоть какое-то представление о правосудии, потому что на данный момент предпринимательство в республике живёт в парадигме постоянной угрозы со стороны вот этой сцепки между муниципальной властью, административной властью городов и районов и абсолютно подчинённой ей местной судебной и прокурорской власти. Вот этот конгломерат нужно срочным образом разрушать. Только на независимости вот этих судебных и властных структур может быть построено добропорядочное, нормальное, здоровое общество и вообще, возможно, какое-то предпринимательство. Сейчас очень много говорится о том, что нам нужен рывок, скачок, какие-то вот эти физические упражнения в плане налаживания нашей экономики. И при этом главными врагами нашей экономики являются администрации районов и городов и примкнувшие к ним в своих корыстных интересах судебные и прокурорские власти. Я очень надеюсь, что на примере Айрата Мукминова могут произойти какие-то изменения в этой ситуации.